Недавно я рассказывал про портфель 100 тысяч рублей, прошла уже где-то неделя, может быть чуть больше. И давайте посмотрим, что же стало с акциями, которые мы выбрали для портфеля на 100 тысяч рублей. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, сразу могу сказать, что с одной стороны вроде портфель вырос, с другой стороны, если посмотреть, он упал. Мы выбирали портфель 100 тысяч рублей. Каким образом? Максимальная диверсификация, мы разбивали его сначала на две части. Одна часть рублевая, другая часть валютная, как мы видим. И ту, и другую часть мы разбили в соотношении 40 к 60 на защитные активы и более доходные активы, как и акции. Вот, и я выбирал акции в долларах, которые будут максимально пытаться повторять индекс S&P 500, но при этом я выбирал акции с минимальным значением forward P на E, то есть которые быстрее всего должны окупаться за счет той прибыли, которую приносят компании акции, которых мы покупаем. И примерно так же я пытался сделать с акциями рублевыми, но давайте посмотрим, что из этого получилось, ну и вообще. Итак, смотрим. Так, сейчас мы находимся в порядке, как мы покупали их, так мы и будем смотреть. Итак, мы сейчас заходим на торговый терминал Quick и смотрим, что же произошло с акциями, которые мы приобрели. Смотрите, как интересно. Lumen Technologies. Вот желтая линия там, где мы ее купили. Вот сейчас она здесь. Ну вообще прекрасно. Вот. The Hardware Financial Services. Супер, все выросло. Пульты групп. Вырос. Sanofi. Смотрите, сначала Sanofi упала у нас, потом снова выросла. Norton LifeLock. Смотрите, как интересно. Ну тоже сначала вроде как упала, болталась на месте, а потом резко выросла. Сейчас в плюсе. ON Semiconductors. Ну где-то вот здесь мы ее купили, да. Да, где-то вот там. Вот где-то здесь мы ее купили. Она тут же упала, потом поднялась, упала, отжался, упала, отжался. Сейчас в минусе. ON Semiconductor. Carrier Global Corporation. То же самое. Сначала падала, держалась вокруг нуля, потом пошла вверх. Ньюэл Брандс. То же самое. Energy Transfer. То же самое. Мы вообще супер. Ребята. Ну вот. China Life Insurance Company. Китайская страховая компания по страхованию жизни, судя по всему. Судя по названию. Значит она у нас сейчас в минусе. Вот. Host Hotel St. Research. В надежде, что пойдет возобновление туристического потока. Ребята, мы надеемся. Вообще мы в позитиве. И вот она наша боль. Виатрис, которая упала сразу после того, как мы ее купили. Вот прямо в момент. И собственно говоря, с тех пор она не поднялась. Ну а про компанию Виатрис я могу сказать следующее. Что вышел годовой отчет. Я просто смотрел, думаю, что она так упала. Компания-то вроде солидная. Вышел годовой отчет. И результаты этого отчета оказались не очень хорошими. То есть они оказались меньше, чем ожидаемые. И поэтому акции компании упали. Вот так происходит. Ford Motor Company. То есть самая большая потеря это Виатрис на самом деле. Ford Motor Company хорошая идея была. И Корея Электрик Пауэр Корпорейшн. Тоже она была долго в минусе. Но вот сейчас ушла в плюс. И общая сумма, балансовая стоимость 445,98. Сейчас 478,04. То есть у нас сумма выросла аж на 30 долларов. Вообще все великолепно. Давайте мы ее туда бабахнем. В таблицу нашу. Вывести сейчас. Опля. Мы ее вывели в таблицу. Вот. Теперь дальше. Что с акциями? Все не так однозначно, на самом деле, как хотелось бы. Вот. С акциями. Ну, на сегодня минус 295 рублей. Вот. Ликвидационная стоимость. Ну, здесь сложнее рассчитывать. Почему? Потому что есть здесь сконцентрирована вся часть. И защитная на и рублевая, и долларовая. И здесь же акции российских компаний. Вот верхние три строчки это защитная часть. При этом, смотрите, вот она. Здесь она некорректно отображается. Это ETF всепогодный от открытия брокер. Мы его покупали за доллары, но он здесь показывается в рублях. Вот в чем дело. И поэтому, поэтому вот она вот сумма покупки. Это считается 1,13. Ну, это доллары. В табличке мы их пересчитаем. А в рублях, соответственно, вот она. Ну, я могу сказать. По-прежнему мы помним, что где-то вот здесь вот мы покупали все это. Вот на таком уровне. Вот. Ну, на самом деле она уменьшилась, судя по всему. Потому что мы покупали ее на 23 тысячи. Вот. С открытием... Вот вторая часть защитных активов FXRV ETF на 9 тысяч мы покупали. Он немножечко просел. Вот видите, да? Вот она, желтая линия. Это то, по чем мы покупали. Не обращайте внимания на эту желтую линию, потому что эта желтая линия показывает уровень, по которому я покупал ее для своего другого портфеля, который на миллион. Теперь дальше смотрим. Акрон. Болтается вокруг нуля. Это химия. Магнит. Магнит вырос. Яндекс. Ну, здесь опять же это с другого счета линия. На самом деле ноль. Вот. Вот, если вы увидите, вот он, желтый уровень, желтая линия. Ноль. То есть, он сначала упал, потом вырос, сейчас в районе нуля. Фос Агра. В минусе сейчас мы видим, да? Газ, Пром, Нефть. Хорошее приобретение было. Да, хорошее. То есть, вот эта вот желтая линия, это у меня с другого счета. То есть, на том счете у меня еще все в минусе. Здесь у меня хорошо он растет. Система. Ну, в районе нуля это видно, да? Так. Так. Рус Аква. Ух ты, сегодня начала расти. А так вообще была в просадочке. Газпром вырос. Ну, видим, по-любому вырос. Да. Вот она вот линия, по которой мы брали на этом счете. Так. Агра, ГДР, сельское хозяйство. Ну, вот они упали на самом деле. Они упали. В минусе мы сейчас. Мосбиржа. Видите? Да, то плюс, то минус, то плюс, то минус. Не отчаивайтесь, там дальше будет позитивчик интересный. Мосбиржа. Мосбиржа тоже упала. Нет. Мосбиржа выросла как раз. Вот. Эта Мосбиржа у меня на другом счете. Вот где-то здесь мы ее покупали, да? Вот она выросла. Или здесь мы покупали. Так. Давайте посмотрим, когда мы ее покупали. Сейчас посмотрим, посмотрим. О, в феврале мы ее покупали, так сказать, формировали. Все нормально. Вот. Выросла. Вот здесь мы ее покупали. Выросла. Ой. Нет, все-таки упала Мосбиржа. Вот она. Минус. Нивилизованная PL. Так. Новотек вырос по-любому. Причем больше всех, судя по всему. Полиметал вырос по-любому. НКНХ. Упал. То есть, химия у нас, химическая отрасль у нас свалилась. Вот. Алроса выросла по-любому. Так. Русал хорошо вырос. Татнефть выросла. Эталон. Насколько я помню, упал. Да, минус 22. Вот она. Упал. Лента. Ну, немножечко упала. На самом деле, смотрим, вот если мы отсортируем вот так, по прибыли. Ну, соответственно, что-то у нас выросло. На это не обращайте внимания. Это минус. Что-то упало. При этом, значит, смотрите. Давайте разобьем снова по проценту активов. Отсортируем. Вот она вот. ФКИОП. Это структурный продукт. Крайне неликвидная штука. И здесь вообще ничего нельзя смотреть, потому что, ну, это структурная облигация, которая выплачивает купоны раз в год при погашении. Она привязана к индексу. Сейчас мы на индекс посмотрим. Повторяю, что мы купили ее за 95% от номинала, поэтому я и буду учитывать ее за 95% от номинала. Дело в том, что она неликвидная, то есть ее очень трудно продать будет, но она привязана к базовому инструменту. И давайте посмотрим на то, что произошло с этим базовым инструментом. А с базовым инструментом произошло следующее. Это индекс от Societe Generale, вот такой вот со сложным названием. Your Strong Balance Sheet Beta Hedged Index. Your Excess Return. Ну, короче говоря, этот индекс мы купили на уровне где-то, насколько я помню, 178%. Он был, или пунктов там, да. Сейчас он, сначала он вырос здорово, а на сегодняшний день он 172.39, то есть в просадочке. Некоторый этот индекс, ну, ничего страшного, до 2025 года еще много воды утечет. Итак, теперь давайте посмотрим. Давайте посмотрим на следующее. Сделаем то же самое здесь. Вывод. Вывести сейчас. Вывести сейчас. Ну, вроде я вывел. Вот, давайте посмотрим на табличку, что же у нас получилось на SPB. Вот мы видим 478.04 на SPB. Так, 478. Ну, здесь 29. В принципе, меняется 21. Вы видите, да? То есть оно меняется постоянно. Ну, на этот момент мы вывели 478.04. Вписываем вот сюда. Так, вывели теперь вот это мы выводим. Здесь немножечко сложнее, как я уже сказал, поэтому будем смотреть. Будем смотреть, что у нас вывелось. Как всегда у нас вывелось вверх ногами, поэтому берем, меняем. Ой, наоборот, по убыванию сортировочку делаем. Так. Итак, итого прибыль без ФК и ООП минус 148 рублей. Всего на фондовом рынке 93.087. Вписываем сюда, в табличку нашу, 93.087. 93.087. И, смотрите, вроде бы в рублях уменьшается сумма, да? А в долларах увеличивается. Но, есть один интересный момент. А что у нас с курсом доллара? А вот курс доллара у нас на текущий момент 72.88. Смотрим. 72,88. Ту-ду-ду-ду-думс. Вот так. И продлеваем этот график вот сюда. Оп. И этот график тоже продлеваем вот сюда. Оп. Ну, посмотрите. Вот что у нас было сначала. Сначала мы вложили вот столько, потом он немножечко вырос, потом упал, потом немножечко вырос. Ну, сейчас он, если в рублях считать, то мы в небольшом минусе, то есть на 3000 в минусе. Если в долларах считать, то посмотрите, если считать всю сумму в долларах, 1755, а было 1764. То есть мы потеряли, если в долларах, то мы потеряли 10 долларов, а если в рублях считать, то мы потеряли, извините, 3000. За счет чего это произошло? А за счет того, что рубль укрепился. То есть смотрите, у нас есть два как бы сообщающихся сосуда, мы избрали стратегию половину в рублях, половину в долларах, есть защитные активы, и эта стратегия работает. То есть у нас рубль вырос, доллар упал, но в долларах акции выросли, а в рублях упали. Поэтому у нас как бы, ну, все хорошо на текущий момент, и прошло-то времени совсем ничего, мы ничего не делали после того, как сформировали портфель, он остался у нас прежним. И сейчас я эту табличку сохраню туда же, ну, в Google диск, и каждый из вас сможет ее обновить, те, кто подключился к этому сервису. Пока я никаких изменений в портфеле не делал, просто простое наблюдение. Вот, ну, я буду регулярно делать такие обзоры, что произошло с этим портфелем, что произошло с долларом, ну, и портфель 100 тысяч рублей, поэтому оставайтесь на моем канале, во-первых. А во-вторых, вы сможете подключиться к этому сервису и регулярно скачивать эту табличку с полным составом портфеля. И наблюдать ее в динамике. Если вы подключитесь к сервису, то при каждом изменении портфеля я обещаю, буду высылать вам на почту, значит, соответствующее сообщение, что портфель изменился, посмотрите, если вы хотите, приведите в соответствие там, ну, и так далее. То есть это будет аналог модельного портфеля, как я надеюсь. Ну, опять же, это будет чисто мой, как бы, портфель, который субъективный. Если вы сделали портфель, пользуясь, что правильно, пользуясь вот той методикой, которую я предложил, но при этом акции у вас другие, то есть вы выбрали другие акции, и это очень правильно, то вы просто сможете наблюдать и смотреть. Методика не меняется, методика отбора акций, а меняется, может меняться только состав. Вот. Почему у вас акции могут быть другие и должны быть другие? Ну, смотрите, здесь у меня 130 тысяч рублей, я разбивал это на какие-то части и выбирал акции, которые мы можем купить физически. Но если у вас, например, 300 тысяч рублей, у вас выбор будет гораздо больше, и портфель должен быть гораздо больше, и таким образом состав портфеля будет другим. Но поведение, я думаю, что должно быть точно таким же, потому что мы выбираем по определенным критериям. Это важно. Ну, на сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. До встречи. Не забудьте поставить лайк. До встречи.